Слава Иисусу Христу, Спасителю нашему Господу. Слава. Слава нашему Господу. Слава Богу. Приветствую всех вас именем Иисуса Христа. Благоставляю Грузию, Сакар Твелу, да. Благоставляю Тбилиси. Тбилиси это сердце Грузии. Тбилиси это сердце Кавказа всего. Да. Так что мы прямо в центре, прямо в сердце сейчас молимся. Да. И сердце идут либо источники жизни, либо источники смерти. Но пусть будут источники жизни. Адамьянис Гуллидан церия, а из Тбилиси, из Тбилиси, из Грузии источники жизни проистекают, исцеляют все вокруг. Да. Я уже не первый раз в Грузии, но первый раз так долго в Грузии. Может быть больше месяцев? И все эти дни молюсь за Грузию. Все эти дни молюсь за Грузию. Эс, Дре, Бисул, Вар, Лоцваши, Сакар Твелозе, Тбилиси. Потому что я прежде был два раза, но это было коротко. Несколько дней всего. Да. Адреномика, Весикой, Ольхан, Мокле. Да. Садачо Орджел Вига. Но чтобы немного прочувствовать город, какую-то страну, надо побыть там хотя бы несколько, ну, недель, хотя бы месяц, допустим, чтобы прочувствовать. Здесь древняя христианская земля. Армения, Грузия, эти страны самые первые, которые принимали христианство как государственную веру и религию. Это было еще в начале 4 века. Но еще с самого первого столетия, с самого первого поколения христианства здесь уже звучала проповедь Евангелия. Да. Первые ученики Иисуса Христа были на Кавказе. И они говорили Слово Божье, и это слово, оно звучало здесь на горах Кавказа. И они молились за горы Кавказа, молились за все народы кавказские. И я верю в силу этих молитв, которые вы получали тогда. И сегодня мы продолжаем эти молитвы, сегодня мы молимся и благоставляем. Сегодня мы молимся о духовном пробуждении Грузии, всех народов здесь проживающих. Кавказ, это многонациональное место. А сейчас еще больше даже, потому что много беженцев с Украины, с России. Сегодня в мире неспокойно. Но это то, о чем говорил Иисус Христос. Христос говорил о последних временах. И Он сравнивал последние дни, последние времена со схватками беременной женщины. Он говорил, что его пришествие второе будет как будто бы состояние женщины перед родами. И сегодня эти схватки все чаще и все больнее и болезненнее. И схватки и религиозные, и экономические, и политические схватки. И эти схватки уже общечеловеческими становятся, не просто локальными, а глобальными становятся. И сегодня даже неверующие люди говорят, о конец света, конец света. Но я обычно говорю так, не дождетесь. Будет не конец света, а конец тьмы. Иисус Христос говорил, что он не был женщиной, он был в мужском теле, но он знал, что такое схватки женщины. И он говорил, что женщина, когда рождает, она терпит скорбь, но когда родит, не помнит скорби от радости, потому что родился человек. Иисус Христос говорит, что женщина, когда рождает, как будто смотрит смерти в лицо, но когда прошло это, не помнит это может все. И мы знаем, что будет рассвет, вернется наш Спаситель Иисус Христос. И мы поэтому проповедуем сегодня Иисуса Христа, который был распят, воскрес и вновь грядет. Мы знаем, что он не только был распят и воскрес, но он и вновь возвращается. Да, конечно исполняются многие страшные пророчества, которые говорит Иисус Христос. Сегодня войны, глады, моры по всему лицу Земли. Сегодня ученые говорят, примерно одна треть всего населения планеты нашей, Земли нашей голодает. Одна треть. Я благодарю Бога, что Господь благоставляет Грузию. Здесь нет голода. Люди кушают хлеб досото. Слава Богу. Ну есть, но это не глупально. Да. И пусть Бог благословит Грузию в это время. Наверху горы, Иисус говорил, светильник. Пусть здесь на верхах гор, светильник горит Божий. Да. И исполняются еще и хорошие пророчества, не только плохие. Хорошие пророчества исполняются. И самое хорошее пророчество Иисуса в последних временах, будет проповедано Евангелие, сие Евангелие Царства, всем народам во свидетельство им. Аминь. 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 Сегодня, скажу так, сегодня Слово Божье проповедуется, как никогда раньше в истории вообще человечества. Да. Сегодня Библия переведена почти на все языки мира вообще. Ну, по крайней мере, Евангелие, Новый Завет точно переведено уже. Есть народы, которые еще не имеют все Библии, Ветхый Завет, допустим, не могут прочесть. Но о жизни Иисуса Христа все могут услышать, все могут прочесть. И это самое хорошее пророчество. И тогда придет конец, конец тьмы, конец беззаконию. Аминь. Но, братья, скажите, скажу так, что перед рассветом самая темная тьма. На море, перед тем, как буря стихнет, самые сильные волны. И перед тем, как солнце встанет, будет самая сильная тьма на земле. Но, хотя наш король еще не вернулся, мы ожидаем возвращения нашего короля Иисуса. И уже сейчас, верующие, мы являемся его королевством. Потому что наш король Иисус, он живет в наших сердцах. И мы говорим, возвращайся наше воздействие. И проповедуем Евангелие по этому. Почему? Потому что Бог хочет этого. Бог хочет, чтобы все люди спаслись. Абсолютно все. Не важно, кто сейчас здесь. Христиане, там, мусульмане, иудеи, атеисты, разные люди. Атеисты, мусульмане, христиане, винары. Сегодня на земле много разных религий вообще всяких. Но Бог хочет, чтобы спаслись, уверовав в Иисуса Христа. Потому что он взял на себя наши немощи и понес наши болезни, и ранами его мы исцелились. Он взял на себя наши немощи и понес все наши болезни, он извязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония. Наказание всего мира нашего было на нем, наказание Твое и Мое было на нем. Амин, амин. Блаженны те, что принимают спасение во Христе Иисусе, счастливы те. Но кто не имеет сына, тот не имеет жизни. Кто не имеет сына Божьего в своем сердце, кто не принимает Иисуса Христа, он еще во смерти. Такой человек еще во грехе живет, такой человек еще в проклятии, в аду еще живет. Но Бог хочет, чтобы все люди спаслись, перешли из царства тьмы в царство возлюбленного Сына Божьего Иисуса Христа. И в это последнее время пусть пробудется Церковь Божия. Мне очень нравится, что на грузинском языке переведено буквально, как по-гречески, так же Эклезия звучит. Это древнегреческое слово. Оно состоит из двух. И буквально из приглашенных, из откликнувшихся на приглашение. То есть это собрание верующих, собрание людей. Которые откликнулись на приглашение самого Господа Бога Святого. А Бог приглашает нас в свое царство. Он, покайся, вернись. Само слово покаяние в греческом языке метаноия. И это означает изменение сознания, перемена мышления. И в эллинской древней армии, в греческой, слово метаноия означало как команда. Кругом, раз, два. Да, в греческом языке метаноия, в греческом, не слышно, что метаноия не слышно. Притом не просто, а именно поворот в движении. То есть шли в одно направление и разгорнулись. Да, они угодно в метаноия. А это медиоды, это меры, метаноия. То есть метаноия слышно. Солдаты с медиодами, сапили спирот, метаноия. То есть когда офицер кричал солдатам. Солдаты, покайтесь, метаноия. Они разворачивались и шли в другое направление. И сегодня Бог повелевает всем людям повсюду покаяться, метаноия. То есть развернись от тьмы к свету, повернись от дьявола к Богу. И блаженны те, что слышат команду и исполняют ее. Несчастны те, которые слышат, но не исполняют эту команду. Идут дальше в эту тюрьму. Еще более несчастны те, которые даже не слышат команду этой. Пусть сегодня все услышат. Сегодня Слово Божье проповедуется везде. Благоставляю вас, церковь, дорогая. О, вы, напоминающие о Господе, не умолкайте, пожалуйста. Свидетельствуйте хотя бы двум человекам в день или одному. Мне очень понравилось среди место пастора, который говорил, что двум хотя бы в день проповедовал, да? Да. Да. Благослови в другое. Орадамиас, маиц, ухадагеби, дгэши. Это очень хороший пример. Я порой сам охладеваю. Суета всевозможные. Переживания какие-то, страхи какие-то. И порой думаешь открытый рот. Нет. Что люди скажут? Что они подумают? Да. Но старайтесь не думать о том, что о вас люди будут другие говорить. Наш учитель, он унизил себя, чтобы спасти людей. Он поставил себя ниже других людей, чтобы спасти их. Хотя мог бы прийти как царь. Как вот у Куры памятник царь Вахтанг на коне, так вот въехал. И сказал бы, все покайтесь, все на колени, все кайтесь. Да. А кто не хочет каяться, всех вам в Куру. Но Бог не такой. Он хочет, чтобы покаяние было изнутри человека. В слове Божьем говорится, добровольно дающего любит Господь. Это касается всего, и финансов, и всего. Но в первую очередь касается сердца нашего. Есть такое выражение, насильным мил не будешь. Это касается сердца нашего. Я не могу заставить полюбить себя. Мне понравилась одна девушка. Это было давно. Она сейчас моя жена. Но я не мог заставить ее полюбить меня. Она вначале не хотела на меня вращать внимание. И старалась избегать меня. Но я не мог заставить ее. Но я не мог заставить ее. Не, ну конечно мог бы. Раз, как джигита, раз в ковер ее и... Что это говорит? Невеста говорит. И когда будет шашлык, читает, делать с этой невестой, позови меня. Можешь себя делать. Но на самом деле, Бог хочет именно сердце. Бог хочет, чтобы... Изнутри имена. Если в Греческом Новом Завете покаяние это метаноия, изменение сознания, то в Ветхом Завете, на еврейском языке, это слово «чува», буквально «возвращение». И самая хорошая иллюстрация «чувы» это притча о блудном сыне. Да, о чем говорил пастор, я прекрасно понимаю. Многие православные говорят, мы все время каемся, мы все время каемся. Приходим на исповедь, в храм, допустим, каемся, священник накрывает ей Петрохилю, говорит, грешна, батюшка, батюшка, батюшка. Так можно всю жизнь прокаяться и в ад попасть. Потому что без первого покаяния все остальное не имеет смысла. Самое первое покаяние – прийти в себя, принять Иисуса Христа своим Спасителем. Вернуться к Богу. Это рождение свыше происходит. Кто не родится свыше, написано, не увидит даже Царства Божьего. Как своих ушей не увидишь в Царстве. Но самое обидное – быть на пороге Царства и не войти в это Царство. Я читал про одного спортсмена где-то на Олимпийских играх, он чернокожий, он был не очень грамотный, это был давно еще. И он бежал, значит, и он был первым. А потом он вдруг остановился. Он подумал, что он финишировал, потому что он видел черту, он думал, это финиш уже. Там надо было еще пробежать еще. И там другая черта была, финиш. И хотя он прибежал первым, но это не засчитывается. Представьте, обидно, да, ты пробежал, ты все. В той истории, слава богу, за ним бежал порядочный спортсмен. Он увидел, что чернокожий просто растерялся и он не понял, где финиш. И он остановился и указал ему, что нужно бежать дальше. Слава богу, когда бог дает шанс еще раз покаяться. Если, допустим, в Тбилиси будет марафонский бег, допустим, забег. Чтобы стать победителем, нужно, во-первых, зарегистрироваться. Тебе дадут номер специальный такой. И в этих книгах специальных будет записано, что такая-то фамилия, значит, такое-то имя и такой-то номер будет. Ты не увенчаешься, если незаконно подвизаешься. Если не все спортсмены зарегистрируются, а я скажу, а мне не надо это. Я хорошо бегаю сам. Мне не нужен этот спортивный комитет. И все на старт, внимание, марш, все побежали и я побежал. И даже если я буду хорошо бежать и первым прибегу, моя дистанция не засчитается мне. Потому что я игнорировал спорткомитет, игнорировал порядок определенный ныне. Я незаконно бежал, я незаконно бежал. Много людей очень религиозных на земле. У меня большая мусульманская семья. Я татарин по матери моей. Моя мама Ибрагимова. И у меня большая очень семья родня татарская. У меня там пол Казани родственников. Многие мои братья, они сейчас очень ревностные мусульмане стали. В советское время мы росли все вместе в 70-е годы. Мы не знали о Боге ничего. Мы просто росли вместе. Но потом наши пути разошлись. И спустя много лет я узнаю, что мои братья многие стали посещать мечеть. Стали читать Коран, молиться по-мусульмански. Несколько лет назад я гостил у своих братьев там в Казани. Я вижу, у них жены одеваются в хиджабы. У них все халяль, владельники. Они очень ревностные мусульмане. Брат мой Ренат, он молится по часам. У него все расписано. Но я спросил, Ренат, спасен ты? Как ты думаешь спастись? В чем? Какой твой путь спасения вообще? Он говорил о своем понимании. Как ему объяснили из Корана? Как ему в мечети объяснили? И он честно сказал, не знаю. Надеюсь, что Бог меня спасет. Он старается. И много людей стараются. И мусульман, и христиан, православных христиан. Много евреев стараются в своей религии, иудейской религии. Я эти дни проповедовал в Израиле. Я прилетел в Тбилиси из Талявива, из Израиля. И полтора месяца я проповедовал в разных городах Израиля. Израиль это тоже моя родина историческая. Потому что это родина историческая моего отца. По отзывам евреев. Поэтому я приехал не просто в гости, я чувствовал, что я на родине. Я на своей земле. За полтора месяца я ни одного дня не почувствовал себя в гостях. Я чувствовал себя как в доме. Но мне было очень тяжело смотреть. Много людей исполняют предписания своей религии, иудейской религии, но не знают пути спасения. Многие из них очень ревностные исполнители закона. Но без Иисуса Христа это все напрасно. По-еврейски Иешуа. Значит, Господь спасает. А Машиах, значит, Христос, помазанник, значит, помазанник. И апостолы еврейские говорили очень четко и ясно. Что ни в ком у нас нет спасения. Ибо нет другого имени. Бог дал нам имя Иисуса Христа. Над землей всей один Господь Иисус Христос. В моей жизни один Господь Иисус Христос. Бог лишь один во всей вселенной. Господь один для всех. В Его имени для нас спасение. Иисус Господь для всех. Аминь. Аллилуйя. Он один за всех, и мы все за одного, поэтому... Один за всех, все за одного, это к Иисусу Христу относится. Дружба земная хороша. Дружба человеческая весьма хороша. Но дружба нашего Небесного Друга намного лучше. Поэтому исполнение религии здесь на земле, православной, христианской, иудейской, мусульманской, это хорошо по-своему, но это недостаточно, чтобы спастись. Хорошо, что люди стараются хотя бы. Хорошо, что они не отчаялись, они стараются достигнуть Бога. Иисус Господь. Мой учитель говорил... Отец Александр Минь был такой священнослужитель. Очень хороший был священнослужитель. Он в 80-е годы, его проковеди стали для меня большим вдохновением. Его убили в 90-м году. Да, и он очень мудрый был человек. Он, кстати, был еврей. Он был священником по призванию. И он говорил, много религий на земле. И все религии земные, это как будто бы лестницы, которые люди ставят на небо. Но Иисус Христос, это лестница, спущенная с неба на землю. Ни одна земная лестница не достигнет небес. Но небесная лестница достигла земли. Слава Иисусу Христу! Аминь! 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 И, братья и сестры, молюсь о церкви. Молюсь о реформации православной церкви. И во всем христианстве. Но, в первую очередь, у меня на сердце молиться и трудиться для реформации православной церкви. Мы говорим, чем гулши да муцодеба макро вилосу да выхватцов, что мартмады дебу лекре сия шимовидес, реформация, шецула. И я поэтому прошу вас не спешить осуждать, спешить молиться. Но! Аминь! 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 Потому что осуждаем мы ничего хорошего не можем сделать! Аминь! Аминь! Мы должны знать, что есть тьма, да, но не осуждать, а молиться за людей во тьме сидящих. Каплулы! Чтобы людям, сидящим во тьме и тени смерти, высиял свет сегодня, сейчас. Я знаю, в какой тьме сидят священники. Не все, но почти все. Большинство православных священников просто слепо ведет. Но когда слепой ведет, слепых куда они идут? В пропасть. Идут в ад. Потому что спасение только одно, Иисус Христос. И самое интересное, священники многие знают об Иисусе Христе, читают Евангелие. Но их ум развращен. Это очень страшный грех. Многобожие. Идолопоклонство. Я здесь пообщался с некоторыми священниками в Тбилиси. Я пытаюсь говорить им об Иисусе, как единственном спасителе. Они меня не слышат. Самое интересное, простым людям проще проповедовать. Очень сложно проповедовать религиозным людям. Самое сложное, проповедовать священникам. Поэтому я стараюсь больше даже им не проповедовать, а свидетельствовать о том, что Бог сделал в моей жизни. Кровью Иисуса Христа и словом свидетельства, побеждая в лукавого. Большинство священников в православных не возрождено свыше, не знают Бога. Они знают о Боге, но они знают Бога самого. Молюсь о том, чтобы они познали Бога. Чтобы они, прозревшие, вели прозревших в Царство Божие. Братья и сестры, присоединяйтесь к моему. И я проповедую сегодня в рясе с крестом на груди. Пусть это будет напоминанием вам. Пройдут дни, недели, годы. Но я верю, Дух Святой будет напоминать вам. Этот образ будет напоминать и будет давать молиться за священников. Молитесь о том, чтобы они знали Бога и живого, именно живого Бога. И проповедовали Иисуса Христа. Распятого, воскресшего и вновь и внушшего. Аминь. Аминь. Сегодня многие молятся православные Богородицы, святым умершим, ангелам молятся. Это очень большое заблуждение. Это многобожие. Потому что человек думает, что я помолюсь тому, 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 тому. Кто-то из них услышит, кто-то из них поможет. Апостол Павел писал к Тимофею. В первом послании, второй главе. Что Бог хочет, чтобы все люди спаслись. А дальше он говорит, ибо един Бог и един посредник между Богом и человеками. Человек Христос Иисус, предавший себя для искупления всех. То есть, один Иисус Христос является ходатай Нового Завета. Поэтому библейски, правильно, по-божьему, молиться Богу во имя Иисуса Христа. По-еврейски Бешем не шума. Но, имеется в виду, Бешем означает, не просто с именем на устах, а буквально я в имени молюсь, в нём молюсь. То есть, имеется в виду, я в нём, а он во мне. Даже если я сто раз буду говорить Во имя Иисуса, во имя Иисуса Не буду слушать меня Бог не слышит меня Если я не приму Иисуса Христа в свое сердце Если я не облачусь во Христа Не оденусь во Христа Если не познаю Бога Живого Не приму Его спасение Дар Божий Все напрасно Хотя могут быть какие-то проявления А помните в деяниях там сыновья первосвященника Скевы Они пытались бесов заклинать именем Иисуса Христа Которому Павел проповедил То есть они не слышали об Иисусе Христе Пробуют Павлу слышали Они говорят О, да, это чудотворец, да, это святой Но они не приняли как спасителя своего Господа Они не отказались от своих идолов, от своей религии мертвых И они стали бесам говорить уходите во имя Иисуса, которого Павел проповедует То, что Павел знает Иисуса, это хорошо А вы знаете Иисуса? Да, даже бесы были в шоке Павла знаем Иисуса знаем, Павел известен А вы кто такие вообще? Иисус Витснов, Павел говорит, как вы говорите, что вы знаете И вы туда же, вы тоже хотите, чем хотите заниматься вообще, товарищ Иисусе? Без одежды даже Да, если Бабаражна, если Бабаражна, если Бабаражна, если Бабаражна, Росцема, Танься, Мося, Гахадра, то, что в нем они будут из подписчиков И на многих верующих страх напал Божий. Хороший страх Божий. Они подумали, многие верующие, хорошо. Павел знает Иисуса, точно знает Иисуса. Многие другие верующие знают Иисуса. А я знаю ли Иисуса так? А то вдруг бесы меня поколотят тоже. Я хочу знать Иисуса. И чтобы Иисус знал меня. И познал Господь своих. Печать стоит верующего. И помните в Деяниях, что подошло дальше после того? Они взяли книги по чародействию всякие. У них они верующие были, но у них дома там много всякой литературы хранилось. Многие из них думали, наверное, это все-таки книга моей бабушки, это моего дедушки. Это как бы память. Дорогая. Она дорого стоит вообще в ломбарде там там. Может, миллион лари получат за это. Я лучше это в музее сдам. Или продам кому-нибудь потом. Но на них напал страх Божий. И они принесли и принесли и все это сожгли. Там, когда верующие почитали, короче, это огромная сумма получилась. То есть они не пожалели всего этого. Чтобы не давать место дьяволу. Чтобы не давать место бесам. Это получается, если я дам хотя бы чуть-чуть место дьяволу, он наглый. Ему палец сунь, он по лопоть отхапает сразу. Это как в старой русской сказке, когда там лисичка-сестричка такая. Пусти меня там, мол, переночевать. Мол, я только на лавочку, хвостик под лавочку. А сама потом выжила хозяина вообще-то. Отжала квартиру. И бесы так же, они пытаются отжать квартиру нашу. А ну это все-таки бабушки твои, мамы твои, папы твоего. Это семейная реликвия, это дорогая, это культура. Ты думаешь, ну ладно, дьявол, ладно, хорошо-хорошо. Да, и сатана, арауша, все, иди ко сесса. Но он приходит и потом забирает многого, чем всего. Да, измере, ту адгильяк, измодиста, мэре, бэври, рагаця, супрометимяк. И он еще хитро, он говорит, я придумал один, мол, мне много не надо места там. Да, измере, заклари, да, ама, сме, чо там, иди адгилит, чо там, ара-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра. Звонят в дверь, а там с ним еще семь амбалов стоит еще. Если тот, который с тобой договаривался, он еще хотя бы более-менее нормальный, а эти вообще злые вообще, злейшие еще, злейшие еще. Поэтому не давайте место дьяволу. А давайте место кому? Богу. Приглашайте Иисуса Христа в сердце свое. Есть приглашение первое самое. Но каждый день есть процесс приглашения еще. Вы не представляете, какая большая душа человеческая. Мы даже сами до конца не знаем всего дома, который есть мы, собственно. Все закоулки этого дома, все комнаты этого дома знают, мы лишь устроивши все. Бог не знает. И мы приглашали, мы говорим, Господь, приходи. Во все комнаты, во все, во все, во все, в области, весь дом мой, твой. Не просто отдельная гостевая комната, это тоже хорошо. А на Кавказе была гостевая комната такая. Но я хочу, чтобы он хозяин был вообще во всем доме. Но я хочу, чтобы он хозяин был вообще во всем доме. Иисус Христос не согласен, и не согласится никогда с бесами, делить квартиру. Он приходит, и вся квартира его именно. Благодарю тебя, Господь Святой. Поэтому покаяние, это и первое принятие Христа. Как личного Спасителя и Господа. И это каждодневная жизнь с Ним и в Нем. Когда Иисус уходил, Он сказал, кто будет веровать и креститься, спасен будет. Кто не будет веровать, осужден будет. И слово Баптизо, крещение, покружение. Есть волное крещение. Как обещание Богу, доброй совести, служение. Я тоже раньше, как традиционный священнослужитель, я молился и пристил детей маленьких. Сегодня я крещу только по вере во Христа Иисуса. И я говорю, это правильно, по Слову Божьему. Но Баптизо не только водное крещение. Иисус имел в виду не только водное погружение. Не только и спрашивание у Бога или обещание Богу доброй совести. Дело в том, что в те времена далекие, греческий язык был немного иной. И во времена Иисуса Христа, и еще лет 400, даже после Иисуса. Слово Баптизо использовалось для описания соления огурцов и овощей. Любите соленые огурчики? Да, соленые овощи, соленые огурцы. Да, и очень многие хозяйки, да, Бог благословил, хорошо консервацию делают. А любите молосол, молосольные огурцы, допустим? Да, молосол хорош, но в древней греке молосол, Баптизо, не называли. Могрое. Баптизо очень хорошо, но молосольные огурцы не называли. Огурцы, они на шкурке соль, а внутри еще свеженькие, как бы. Но Баптизо называли в древности те огурцы, которые прошли полностью просолку и имеют соль в себе уже. Да, Баптизо седзахтен араима садзгарегнула так, марили, аромат шиклит отсламарили булья. И Новый Завет говорит, имейте соль в себе, имейте соль в себе. То есть можно еще так перевести слова Иисуса. Кто уверует в меня, погрузится в меня и пропитается мною, будет спасен. Поэтому погружаемся и в нем пребываем. Дети, пребывайте в нем. Во Христе Иисусе, пропитываясь им. И мы пропитываемся здесь, здесь, здесь. Как в огурец или в овощи, допустим, проникают, рассуды проникают. Вникаем в себя, вникаем в учения. Слушаем Слово Божие, исполняем Его. И происходит процесс просолки этой. Христос в нас, упование славы. И там в буквальном еще переводе, Христос в нас, ожидание еще больше и больше славы Божией. И еще место Писания хочу одно. Очень важное место Писания. Евангелие от Иоанна 11.25. Это место Писания для меня является очень и очень особенным. Только 25, да? Да, 25. Для меня это очень особенное место Писания. Эти слова Иисуса Христа очень важны для меня. Для моего служения. В 11 главе Иоанна что произошло? Какое чудо произошло? Помните, какое чудо описывается? Какое чудо произошло? В 11 главе Иоанна. Помните, Иисус воскресил Лазаря. Он воскресил друга своего. Который уже четвертый день был во гробе. Уже смирдел. Уже запах разложенного тела был. То есть он не просто как клиническая смерть какая-то. Уже признаки разложения были. Библия. Уже без духа не было. То есть душа покинула тело точно. Сто процентов. Уже без духа. Наслился. Написано в Библии. Тело без духа мертво. И Лазарь был мертв уже. Мертвее мертвым все уже. Да, Лазарь ударил его. Тот хитрый. Уже поздно пить борж, он был. Уже все вот так. Да. Уже без духа не рушил. Но Иисус пришел и воскресил друга своего. И помните, Он пришел в четвертый день. Почему? Почему Ему сказали, что Лазарь, друг твой, болеет, а почему Иисус не спешил? И понятно, раз конец примчался и сказал Иисусу эту весть, то значит Лазарь заболел страшной болезнью. Не просто ОРЗ там? Если бы Лазарь серьезно не заболел, сестры не послали бы гонца к Иисусу? Значит не просто аллергия или что-то еще? Это было для славы Божьей. Иудеи верили тогда, да и сейчас многие верят, что только лишь первых три дня возможно для воскрешения умершего человека. Согласно иудейским традициям, лишь первых три дня душа может вернуться еще в тело. А потом уже, когда будет всеобщее воскрешение мертвых и так далее. И Марфа и Мария верили, что да, воскреснет наш брат, но в последний день. Да, Марфа и Мария, когда будет всеобщее воскресение. Но Иисус сказал в 25 стихе, один судьбы. Я есмь воскресенье и жизнь, верующий в меня, даже если умрет, а живет. Аминь. Аминь. Воскресенье и жизнь. Это Иисус Христос. Воскресенье. Ахт гумадаш Иисус Христос. Аминь. Еще раз скажем это. Ахт гумадаш Иисус Христос. Ахт гумадаш Иисус Христос. Вместе скажем давайте. Аминь. Воскресенье и жизнь. Иисус Христос. Ахт гумадаш Иисус Христос. Я верю в это. Я знаю это. Когда Иисус поднял из мертвых Лазаря. Иудеи уже не могли уже признать Иисуса просто пророком. Да. Иисус Христос. Иисус Христос воскрешал до этого. Да. Воскрешал. Он воскрешал из мертвых. Недавно умерших. Совсем не умерших. Ахт гумадаш Иисус Христос. Магамдец Ахат гэндав. Ахат гэндав. Иудеи уже говорили между собой. Да. Это пророк. И Никодим сказал. Мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога. Ибо таких дел, которые ты делаешь, не может делать человек, это не Бог. То есть многие иудеи, даже религиозные такие лидеры, они знали, что это от Бога, что Иисус от Бога, что Он пророк, что Он учитель и что Он целитель и воскрешает мертвых. Можно все это знать и не спастись. Но Иисус воскресил в четвертый день. До этого Иисуса еще терпили. Обратите ваше внимание, решение убить Иисуса религиозники приняли после воскрешения Лазаря. Потому что они должны бы либо признать Его Богом, либо... Он не мог уже, Иисус, вместиться в эти мехи, ветхие мехи. Он не мог вместиться в это старое представление вообще, религиозное, религию. Он есть Бог. Не просто Пророк. Да, Он Пророк, да, Учитель, да, Целитель, да, Освободитель, да, воскрешает мертвых. Но это как и что. Самое главное, Он Бог. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог, и все через Него начало быть. И все было через Него сотворено и для Него, и во имя Его. Это непонятно нам по-человечески вообще. Это можно принять лишь сердцем. Это можно принять верой. И сказать, я это не понимаю, но я принимаю Твое любовь. Как это? Бог стал человеком, я это не могу понять. Но я принимаю это. Спасение во Христе Иисусе. Дар Божий. Аллилуйя. Аллилуйя. Слава Тебе, Господь, слава Тебе. И сегодня Иисус сейчас здесь с нами. И Он среди нас сейчас. И ко всем, кто сейчас здесь присутствует. И к нашим, да, зрителям, да, слушателям. Примите Иисуса. Не просто как пророка. Мои братья соглашаются, родные мои братья, да, соглашаются как пророка принять. Я говорю, вы ничего не поняли. Он не просто пророк. Он спаситель. Спаситель всего мира. Бог, пришедший в этот мир. Они мне говорили, объясни нам еще, еще раз. Я еще раз объяснял, еще раз объяснял. Но я говорю, братья, я сам до конца не понимаю это. Это выше моего понимания. Но это живет во мне. Это во мне, в моем сердце. Как откровение, да. И если Бог не откроет, эта пелена, она закрывает. Пелена это покров. И поэтому мы не только благовествуем, не только говорим о Христе, но и молимся за эти души, чтобы пелена зашла. И пусть всякая религиозная пелена спадет. Пусть Иисус Христос войдет в сердце как Спаситель. Его мама не может вас спасти. Другие умершие святые, самые великие даже святые. Здесь на горах кавказских проповедовала святая Нина, да, Нино. Это была великая, на самом деле, женщина, да, девушка, которая проповедовала Евангелие. И Бог через нее воскрешал мертвых, исцелял больных. Царица исцелилась от болезни. Царю веровал. Жрецы завели ее в храм, чтобы она помолилась этим идолам. Истуканов этим. Потому что тогда, к сожалению, народы грузинские не знали Бога, поклонялись мертвым истуканам. Истуканы идолы пали, разбились. Да, истуканы идолы пали. И народ грузинский кричал, слава Иисусу Христу, Иисус Господь. И царь грузинский говорил, что да, Иисус есть король, Иисус есть царь царей. Да. То есть грузинским народам пришло откровение о том, что Иисус есть Бог, Спаситель Господь. Молюсь, чтобы сегодня пробуждение было большое народа. Аминь, аминь. Нино молилась тогда, но сейчас она не может никого спасти. Но сегодня многие молятся Святой Нине, да. Стали встречи с Ниной. А еще здесь в Грузии почитается Георгий Святой. Да, был такой джигит, воин, он там змеи поразил. Он, наверное, последнего из юрского периода, короче, убил. Наверное, дракона. Но Святой Георгий, он не может никого спасти сейчас. Нино молилась Иисусу, Георгий молился Иисусу. И сегодня Иисус спасает. Сегодня над землей всей грузинской один Иисус Христос. Аминь. Аминь. И молюсь о пробуждении духовном. Воскресенье и жизнь. Мне это откровение было в 2003 году. Я уже, наверное, затянул, я буду продолжать. Но хочу сказать свидетельство коротко. В 2003 году, весной, перед Пасхой, я впервые молился за воскрешение умершего человека. Я попал в ДТП и я сбил подростка, школьника, который ехал на мотоцикле. Я был за рулем УАЗика, а он выехал на мотоцикле. УАЗика, ну, САЧЗ. Удар был сильный, удар был смертельный для мальчика. Его мотоцикл не подлежал восстановлению уже. Но Бог воскресил этого мальчика. Чему я был свидетелем? Я там просто орал к Богу. Я никогда в жизни не думал, что буду молиться за воскрешение умерших. До того я не молился. После этого были еще случаи молиться за воскрешение умерших? Иногда Бог воскрешал умерших, иногда не воскрешал умерших. Но тогда в 2003-м, молясь, Бог воскресил этого умершего мальчика. А потом на глазах у врачей уже Бог его полностью исцелил. То есть воскрешение было на моих глазах? И когда приехала скорая помощь, они уже живого, воскресшего уже загрузили к себе? Да, родца мать, а их у нас есть бичи из скорой помощи. Но врач сказал, который был там в скорой помощи, что мы его не довезем. Раны несовместимы жизнью. У него голова была задняя, как переспел арбуз треснутый, и там мозги были видны эти. Да, мы еще и сам придерживали ему эту голову. Потому что когда воскрес, он стал садиться, я помог ему сесть на асфальт. И он еще руками лез туда, может чесалось у него голова, наверное. Да, потому что врач, когда привез, забрали его, сказал, мы его не довезем даже. Я думаю, не дай Бог, что мозги почешут, поэтому я придерживаю. Да, потому что врач не выпал оттуда у него. И поэтому врач, когда привез, забрали его, сказал, мы его не довезем даже. Они уехали, и я продолжал молиться. И потом приехали вот эти вот, ну, милиционеры, полиция приехала. И они по месту происшествия определили однозначно, батюшка это летальный исход, это, ну, точно, смертельный исход. Да, я говорю, не в морг, а в реанимацию повезли его. Но полицейские говорили, поверьте, ненадолго, мы уже знаем, это не первый год на дороге, его транспортное средство, где его тело лежало, кровь, ваше транспортное средство, но шансы много. Но через несколько часов узналось подробности все, узнали все, что Бог его исцелил. То есть 10-15 минут, пока везли его в Королевец, это Сумская область Украины. Он был полностью исцелен. Через несколько часов я узнал об этом в кабинете следователя уже. Врач скорой помощи в моем присутствии следователю офицеру говорил, что это чертовщина какая-то. Он говорит, что это очевидно, но невероятно, такого не может быть. Мы все видели, что он побитый, что голова у него скрыта, череп. Но когда привезли в больницу, у него целая голова была уже. За 10-15 минут голова срослась. Кости срослись, кожа срослась. Кровь оставалась следительством, что все это было на самом деле. Ему сзади кровь смыли полностью. Ни царапинки, ни шишечки, ни синячка. Бесшовное срастание. Они говорили, что чертовщина какая-то, не может быть. И врач говорил, что я, конечно, не верующий, но это вообще-то... Это еще не все. Дальше было больше. В больнице его осматривал мальчик, осматривал хирург. Хороший специалист, который всю жизнь был. И он офицерам потом сказал, что ощущение, как будто бы его переодели по дороге в чужую одежду. Он не видел вскрытый череп, это видел лишь врач. Но при нем, когда мальчика договора сняли, сняли всю одежду с него. Тело чистое. То есть на одежде есть следы, что тело должно быть повреждено. А тело чистое. Это вот не может быть такого. Да. Проверяли все тело работает, ничего не болит. Медсёстры задавали ему вопросы специально, чтобы выяснить как него там с мозгами вообще. Он отвечал на все вопросы хорошо, правильно. И хирург в этот момент этого мальчика узнал. Он сказал, ты у нас уже лежал в хирургии. Мальчик сказал, да, я лежал, врач не ошибся. У него было падение с мотоцикла, был перелом и перелом уже сразу прошел. Врач-хирург был атеистом, заявленный атеистом. Атеисты, это хирурги. Это атеисты. На него мне жаловались потом медсёстры, санитарки, что он такой богохудник такой будет вообще. Для него в тот день это было свидетельством. Потому что, когда сделали снимки все его тела мальчика, не только новые переломы исчезли, но и следа от старого перелома не было. Вначале забраковали снимки, сделали еще раз, повторно все. Но как это может быть, врач сказал следователю, опять-таки в моем присутствии, что... Как бы у него хорошо не зажило, на снимке обязательно должен быть след от старого перелома. Не бывает, говорит, такого, чтобы бесшовно срослись кости. Да, Роберт, это было очевидно, но невероятно совсем. И это еще не все. Есть еврейская песня такая. То есть, этого было бы достаточно, даже вот этого было бы достаточно. Но Бог больше, чем достаточный. В этот день еще было чудо. Но я расскажу про мальчика. Хух. Врачи, когда исследовали мальчика, они нашли только одну проблему. Но врачи думали, она никак не связана с ДТП. Но это было еще одно подтверждение для меня, что это был все-таки летальный исход, мертвый, и он воскрес, и был исцелен. В нем не нашли пищи. То есть, как будто бы... В нем кишки есть, как в любом человеке. Много кишки. И врачи сказали, ощущение, как будто бы он не ел не просто день или два или три, а как будто не ел очень давно не ел, вообще ничего не ел. То есть, такого не бывает. В кишках должна двигаться пища, переработанная пища. Даже если он ел очень мало, есть такие люди, очень мало ел, все равно не ел пища. Они стали спрашивать его, ты когда ел последний раз вообще? Он сказал, что утром хорошо покушал. Ему не поверили. Думали, врет специально. Поэтому медсестры стали специально с ним так ласково разговаривать. Вот ты же маму любишь. Вот мама твоя, что она готовит вообще? А что ты любишь кушать вообще? Одним словом, они стали специально его раскручивать, чтобы узнать, когда он ел вообще? Если не специально, то когда он ел. Он говорит, мама хорошо готовит, все хорошо, у нас тут все есть. И он утром хорошо покушал. Они стали говорить, вспоминай, что ты ел конкретно? С виду не скажешь так себе, пацан, но поел как взрослый мужик вообще. Потому что этот мальчик, он школьник, старшеклассник, но он сбежал, он в школу не пошел в этот день. У этих школьников был такой преступный сговор, они специально в школу не пошли, это была пятница. И они на мотоциклах, на мопедах, на велосипедах с разных сел в одно село съезжались. То есть, родители думали, что они будут все в школе, а они все были там на катаниях. И должны были весь день кататься и всю ночь. То есть, это один прием пищи был у него на сутки. Врачи спрашивали, а вчера ты ел? Позавчера, он ел каждый день и не раз в день и ел очень хорошо. Стали спрашивать, хорошо, стол у тебя хорошо, ну какой у тебя стул, ну как у тебя с туалетом вообще, может быть у него... Может какая-то у него способность такая вообще? Она как птица поела и наплевать на всех как бы там... Но дело в том, что он сказал, что у него все хорошо, как у всех обычных людей. То есть, ничего такого у него не было. И вот это они никак не могли прокомментировать, врачи уже. Врач скорой помощи даже сказал, что то, что писали ему по дороге, надо было все стирать это. Мы даже не можем написать ему сотрясение мозга вообще. Потому что он все говорил, пока его обследовали, он говорил, я умираю, я есть хочу, дайте хоть что-нибудь поесть мне. И его накормили. Если бы сотрясение мозга, он не мог бы есть вообще. Медсестры, санитарки повели его в столовую больничную. Женщины были очень возбуждены, они общались между собой, там, ну как бы, обсуждали в событии это такое. Они про мальчика забыли. А он зашел в столовую и стал кушать. А там еще с обедом много порций было на столах накрытых, но никем не тронутых. Это была пятница, перед выходными, и многие больные ушли домой уже просто. Поэтому на столах много было порций накрытых, но никем не тронутых абсолютно. И пока женщина там что-то разговаривала между собой. Пацан сел, первое, второе, компоты и далее. Короче, санитарки и медсестры думали, что сейчас помрет. Они только потом сообразили, что нельзя сразу давать сколько есть вообще, если в нем нет пищи вообще. Но слава богу, мальчик выжил. Они, кстати, мне санитарки эти говорят, медсестры. Куда в него влезло все? Мы потом посмотрели. Несколько первых, несколько вторых. Много сомпорта вообще. Такого мальчика в гости опасно приглашать. Если девичьи сто врагу, то сошли сюда. Ну, хорошо. Что-то хинкали, я не попал. Вот. И бог помиловал мальчика еще раз. И он не умер от заработки, что все было нормально с ним. Потому что я оставался еще там, в отделении полиции, оставался еще до позднего вечера. Почти до ночи. На этих врачей, на полицейских страх Божий напал. Хороший страх Божий напал. Тысячи шичамов и дам. Экт не бзе, хаким не бзе, полиция не бзе. Они знали местного священника православного там даже. Но тот был неверующий, тот был... Вот. А здесь они поняли, что есть священник верующий. Та, ах, маддайнахэсруарис гудели, морцмоне. Тисморцмоне нам грилат. Они вышли провожать меня всем отделением. Та, тэрли, гахопилебагамовидару, гаматсинон. Документы мне вручил следователь. Выйдите от нас. Да, грешники. Бибзады, бибзады, бибзады. Проводили меня побыстрее вообще, чтобы и уехал вообще. Да, гаматсинэсру, малецавшу легавы. Я познакомился там с одним офицером. У меня было время поговорить с ним очень хорошо. Я проповедовал другим офицерам еще. Но капитан Сергей Шкура, один из этих офицеров, очень внимательно слушал меня. Сергей Шкура. Он очень хорошо слушал меня. Это, кстати, один из офицеров, который приехал на место происшествия. Он видел мое транспортное средство, мой УАЗик, тормозной путь видел. Он видел кровь на дороге, видел где мальчик лежал. Он видел его мотоцикл и сказал, что да. Да. И этот офицер, когда видел мальчика совершенно здорового. Он стоял в коридоре, как будто пацан, потерявшийся в супермаркете каком-то. Я сам, наверное, глупо выглядел, я не знаю. Я сам говорил Господу, я верю, помоги моему не верю. Знаете, я верующий, но не настолько, чтобы мертвый сейчас поднялся и чтобы так быстро исцелил. Я понимаю, что Бог иногда совершает по нашей вере что-то, но это было не по моей вере точно. И когда мы возвращались назад, мы уехали. Еще со мной была жена, мои дети были со мной в машине. И мы ехали обратно домой в Киев, мы жили в Киеве тогда. Была уже ночь, почти полночь уже. Я ехал не спеша, потому что у меня стекло было, лобовое побито, значит, и по ходовой я переживал. Потому что когда избегалось столкновения, я съехал вниз и налетел там. Я ехал совершенно не спеша. Я размышлял, молился. И в этот момент я услышал голос. Я и до того бывало, как и многие верующие вот слышал, как будто моя мысль, допустим. Голос. Но я понимал, что это голос Бога. Но той ночью я впервые слышал громкий голос. Как будто в машине резко включили громкую музыку. Я думал, что жена это все слышит, конечно. Я думал, что это слышно далеко за машиной даже вообще. На другой день я узнал, оказывается, что жена ничего не слышала, оказывается. А слышал только, что я один. Но она кое-что видела. Чего я не видел. Она видела перед нами ангела. Мы ехали, и она немного так встрепенула. Знаете, как будто человек засыпает, потом так просыпается резко. Я помню этот эпизод. Я подумал, наверное, она маленько вздремала, а потом вот как бы так вот очнулась. Но я даже не смотрел на нее, я смотрел на дорогу. Это просто так, боковым. На другой день она рассказала, что оказывается, она так встрепенулась, потому что она увидела перед нами ангела. Перед нами шел человек, не спеша шел во всем светлом костюмчике. Даже если машина едет километров восемьдесят девяносто, перед ней не спеша идти. Она вначале подумала, неужели еще одно ДТП? Да. Да. А потом она испугалась. Да. А потом смотрела. Он ее не спеша, как можно идти не спеша перед едучей машинами. Да. И он шел именно так, легко. Да. И Сталин отбил видиода. Маканисцин. А потом он стал таять. И исчезает. И исчезает. Да. А потом только одно светлое пятнышко шло. Да. Холод шло. Ганнатебулы. Бундовна. Чандай. Я говорю, а долго шло это пятнышко перед нами? Да. Мы у него были. А если... Грубелевите. Дидханимов. Мы идем дальше. Это на другой день уже. Она мне говорит. Это пятнышко шло прямо до самого Киева. Только когда мы в город въехали, оно прекратилось. Перед нами. А в это же самое время я слышал голос. Который мне три раза задавал один и тот же вопрос. У меня у самого куча вопросов. Мне бы самому кто ответил на мои вопросы вообще. Он точно еврей. Он будет вопросами на вопросы. Да. Я слышал голос, который говорил мне, ты это видел. Только громко. Только громко. Только громко. Я понимал, что Бог говорит, но я не мог ничего ответить ему. Я что-то такое промямлил. Да, Господи, что-то такое. И все. Я не могу ничего сказать. И тот же голос опять спрашивает меня. Ты это видел? Потом еще третий раз. Ты это видел? Я не могу ничего сказать. Я не могу ничего сказать. Я не могу ничего сказать. И третий раз, когда он спросил меня, он даже не дожидаясь ответа, продолжил. Сказал следующее. Вот так будет и с церковью. И я сразу, и больше ничего не слышал. Но мне все стало понятно. Что в этот день я видел? Что же я видел? Это не просто воскрешение мальчика и его исцеление. Я видел как бы воскрешение церкви и исцеление церкви. Встань, спящий, воскресни из мертвых. Я святил тебя, Христос. Я потом не слышал голос никакой уже. Дальше были мои мысли уже. Но это было из Библии. До самого Киева еще долго было ехать. Больше часа еще. Жена все это время видела светлое пятнышко. А я все это время внутри, это были мои мысли, не голосом. Я как бы обдумал об одном и том же. Мы Buscan, Иоанна 11, знаете mencionы, в Евангелии. И это «Ага»center 18, 25 V clear. Я есим воскресенье. Я есим воскресенье. Я есим воскресенье. Десятки раз одно и тоже. Я есим воскресенье. Есу Амокс. Есу Христианокс. Мэ варахтгома. Десятки раз, одно и тоже. Одно и тоже. Десятки раз одно и тоже. Я есим воскресенье. Есть всего ругур Амокс. а потом дальше едой я есть им воскресенье и жизнь а потом и верующий меня если умрет оживет и только когда въехали в киев уже прекратилось это вспоминание одного и того же текста вообще с того самого времени я не просто верю я знаю реформация будет а мисс мере она убрала репормирует мохтеба реформация мохтеба в протестантских церквях больше идет речь о пробуждении духовном в православии идет речь о воскрешении потому что без марта если подойти к лазарю уже стучать в гроб кричать лазарь проснись просыпайся просыпайся будильник завести все бесполезно это другой сон это смертный сон но бог спящих пробуждает мертвых воскрешает и освещает свою церковь христос пусть в евангельских протестантских церквях пробуждение идет просыпается пусть просыпаются пора просыпаться пробуди нас господь пробуди отец духом святым пробуди пробуди нас господь пробуди господь дух сердца наши духом зажги пробуди нас отец пробуди господь сердца наши духом зажги Judyy�ам f 6 Cow 2 1 1 2 2 3 Мы не можем подойти к цветам закрытым, допустим, и помочь им раскрыться этим цветкам. Люди как цветы, сердца как цветы. Неотхотение мужа, от Бога раскрываются они. Солнце пригреет, и сердца раскрываются от любви Божьей. Благодать Иисуса Христа, любви Богоца, общение Духа с Богом. Аллилуйя! Благоставляю вас, братья. И скажу еще кое-что, пацаны. Господь наш действительно есть в воскресении и жизнь. За последние 20 лет я молился за разных людей, за больных. Я видел много чудес. Я вчера с сыном разговаривал по видеосвязи. Я разговаривал со старшим сыном своим. Ему 30 лет. Он фельдшер скорой помощи. Он часто видит смерть. Он часто видит болезни. Он молится за людей. Помогает и как специалист, и как христианин. Я старшему сыну своему сказал, Коля, говорю, я видел много чудес в жизни. Может, даже слишком много. На 10 жизней хватит людей. Но я самое главное скажу. Самое большое чудо. Иисус Господь. Иисус Спаситель. Даже если бы в моей жизни не было никаких бы больше чудес. Даже если в моей жизни больше бы ничего чудесного не происходило. Только то, что Бог пришел в моей жизни. Даже этого было бы достаточно. Но Он по милости творит многие чудеса. И за некоторых молюсь. Они не исцеляются почему-то. Я не знаю почему. Некоторые быстро исцеляются. Некоторые не исцеляются. А потом, говорят, потом, в прошло время, исцеляются. За воскрешение умерших молился некоторых я. После этого еще случаи были. Воскрешение умерших. Сегодня я рассказал вам о самом первом случае. Да, даст Бог, может, потом расскажу еще о других случаях. Но у меня есть случаи и неудачные, когда я молился. И умершие так и не воскресли. Притом, самые родные мне люди. Да, если хоть далее охлобели Адамия не бичели. У нас в Киеве умер один из священников. Мы молились за его воскрешение. Да, в Киеве мы могли бы что-нибудь охлобели. Священник нашего братства, реформаторского, очень хороший священник. Мы молились. У братьев были откровения даже о том, что воскресит наш брат. Но он так и не воскрес. Не все умершие воскресают. Не все больные исцеляются. Не все грешники каются. Хотя всем проповедуем. Кто-то не воспринимает. А кто-то с радостью принимает. А кто-то сейчас не принимает, а потом спустя годы пыкается, обращается. Я понимаю, что не нашего ума дело все это значит. Надо любить Бога и любить людей. И дело, дело Божье. И Бог знает, как совершает дела свои. А для нас, людей, великая честь быть его соработниками, сослужителями. Для нас великая честь благовествовать. Исцелять, воскрешать. Бесы разгорять. За некоторых одержимых молимся. Бесы сразу уходят. За некоторых молимся. И бесы очень трудно выходят вообще. За некоторых очень долго молимся. Не один год даже молимся. А некоторые вообще не хотят уходить. И человек сам добровольно дает место дьяволу. Самое главное, дети, пребывайте в Нем. Во Христе есть в Боге. Пребывайте в Господе всегда, всегда, всегда. Христос в нас, мы во Христе. Это и есть христианство. Не просто храм, купол, конференция. Не просто организация, структура, конференция. Христос и Иисус, это церковь Бога Живого. Тело Иисуса Христа. Сегодня много рассказал уже всего. Хочу благоставить всех вас, друзья. Во имя Иисуса Христа. О, вы, напоминающие о Господе, не умолкайте. И хочу благословить из книги, четвертая книга Моисеева, «Числа». Шестая глава, да, благословение Аронова. Пока еще, к сожалению, не могу на грузинском спеть вам. А если я не могу на грузинском спеть вам, то я попросу. Надо будет постараться передать. Да, да, да. И вот так. Нино Цаики тхавсехла, пусть она прочтет потом. Да, да. Прочет, да. Да, да, да. Более. Три благословения вот эти вот. Три лечения. Доблагословить Тебя Господь, сохранить Тебя, это присоединить на Тебя Господь Святым Лицом Своим. В конце шестой главы. В конце шестой главы 23, 24, 25 стихи. Кроме последней. Хотя последней можно даже прочесть тоже. Это было сами мухли. Эх, а Нино Цаики тхавсехла, было сами мухли. Смоус смеет. Эс, ари, дала цула, но... Моисе с Дмаз, Аарос, к мертвому утра. Аэсэ, дала цула. Аэсэ, дала цула цула, да, мэтт дала цула. Амин. Амин. И помилуй Тебя. Да обратит Господь лицо свое на Тебя и даст Тебе мир. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok